Четвертого канала, меня зовут Анастасия Норицына и Владимир Милов сегодня вместе со мной. Владимир, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, здравствуйте, рад быть снова с вами. Это взаимно. Какая главная экономическая новость, возможно, была в прошлой неделе или уже сегодня случилась? На что стоит обратить нам внимание? Что вы скажете? Ну, я бы сказал, что в России главная экономическая новость, она чуть впереди. Все ждут вот этого заседания Центрального банка по ключевой ставке и какой будет оттуда сигнал. То есть, вариантов немного, все очень плохо или очень-очень плохо. То есть, ждут степени жесткости, потому что видно, что за минувший год, как раз в конце июля прошлого года, вот ровно год назад, Центробанк начал политику резкого повышения ключевой ставки. И он обещал победить инфляцию в течение нескольких месяцев. И уже со второй половины этого года, примерно сейчас, где мы с вами находимся, должно было пойти заметное снижение ставки. Вот эту паузу в доступности кредитов, ее всем объясняли, что это временно. Вот мы сейчас ее жесткой денежной кредитной политикой задавим. Ставки пойдут вниз, кредиты станут доступными для бизнеса и так далее. Мы видим за год, что картина ровно обратная. И вот эти первые данные, которые пришли по июлю за первые 8 дней, показывают, что рекордная месячная инфляция уже буквально за первую неделю, хотя месяц еще только начался. Поэтому инфляционные процессы ускоряются, победить все это не удалось. И таким образом, есть вероятность, что Центробанк сможет послать такой очень-очень жесткий сигнал, что доступных денег не будет долго, что борьба с инфляцией затягивается, и никакого конца и края реально здесь не видно. Поэтому это очень важный такой сигнал. Но вот первые данные, которые поступали за первые дни июля, показывают, что ситуация в реальности только ухудшается. И, скорее всего, вот эта подморозка экономической активности, она будет с нами надолго. Честно говоря, какого-то большого явного выхода из ситуации здесь нет. Вот у них была очень грустная дискуссия в начале июля на финансовом конгрессе Центробанка, где, ну, понятное дело, бизнес там в лице олигарха Дерипаски и других там настаивал на том, что такие высокие ставки просто убивают любую экономическую активность. Но при этом Набиулина говорила, это глава нашего Центробанка, в общем, довольно справедливо, что если ставки сейчас снизить, то будет еще хуже, потому что это будет дополнительный инфляционный импульс, и тогда, например, долгосрочные кредиты банки вообще перестанут выдавать, потому что никто не понимает, какая инфляция будет там через год-два. Поэтому это вот некая патовая ситуация, вот наконец начинают сказываться вот эти все последствия санкций, и она немножко походу на тупик, потому что легкого выхода из нее нет. Какой прогноз у вас на июль-авкус по поводу инфляции? Ну, как они могут еще исправить ситуацию, кроме поднятия ставок? Я даже думаю, что поднятие ставок не сильно на что-то влияет. Вот когда они начали этим заниматься год назад, я задавал такой как бы глобальный вопрос, да, вот какие инфляционные факторы уменьшают поднятие ставок? Потому что главное, что инфляцию разгоняет, это вот дикий вброс бюджетных денег в военную промышленность. Следующий момент – это дефицит людей, дефицит кадров из-за войны, мобилизации и массового отъезда из России. Тоже здесь ситуация не улучшается и продолжается эта зарплатная гонка. Мы видим, что продолжает дорожать все в связи с перестройкой и торговлей на Азию, и грузоперевозки, и товары, и прочее, да. Поэтому вот вопрос такой, вот что из этого, на что из этого может повлиять ставка? Ни на что. То есть они думали, что ставка будет привлекательной настолько, что деньги загонят все на депозиты в банке и стерилизуют их, и лишних денег не будет. Но видно уже, что это не получается. Это не будет ни при ставке 20, ни 25, ни 30. Люди просто… В России уровень жизни невысокий. Люди будут просто тратить на текущие цели, и стерилизовать все на депозитах не получится. Поэтому это бессмысленная какая-то игра. Мне кажется, ну, трудно прям так прогнозировать, но вот что я вижу сейчас, что все ожидали там какого-то сезонного летнего снижения цен, например, на плодо-овощную продукцию, его не происходит. То есть вот это очень важный такой интересный момент. Нас ждет еще определенный дефицит урожая из-за вот этих всех весенних трудностей, заморозков там и засухи, которые были. Ну, то есть вот я не знаю, каких-то факторов, которые могут здесь внезапно Центробанку помочь, нету. Поэтому, скорее всего, я думаю, будет что? Что они ставку продолжат повышать, инфляция никуда не уйдет, а все начнут потихоньку выть, и олигархи, лоббисты будут очень жестко давить на Путина, чтобы политику Центробанка изменить и развернуть на 180 градусов, ставку начать снижать, потому что ничего делать невозможно, и кредиты доступные отсутствуют. То есть осенью, возможно, где-то вот такой очень жесткий клинч и серьезный разговор по поводу того, о чем мы вообще делаем в экономической политике, и не надо ли ее кардинально менять. Вот скорее вот это будет, какое-то изменение ситуации с инфляцией, я, откровенно говоря, не жду. Друзья, у нас еще один гость в эфире, поэтому, кто нас смотрит сейчас онлайн, поставьте свой лайк, пишите комментарии, пишите также вопросы для нашего гостя, ну и, конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал и на наш, и на YouTube-канал Владимира Милова, там очень много интересной информации. Владимир, а у вас есть ощущение, что если Путин, вот, допустим, он не реализует свой план по поводу Украины, но я в этом уверена, что не реализует, то Россию ждет глобальный кризис. Да, конечно, потому что сейчас, во-первых, они держатся на последних ресурсах, которые есть, то есть у них есть какие-то еще накопленные финансовые резервы, какие-то есть прибыли у компаний, но перспектив улучшения всей этой ситуации нет, потому что видно, что вот международная изоляция, она как бы превратила Россию в такого летучего голландца, то есть капитал не приходит, инвестиции из Китая, Индии, там, Ближнего Востока в Россию не идут, и, как вы видите, вот, все последние там встречи и саммиты Путина с Си Цзиньпином, с Нарендрой Моди, они никаких здесь прорывов там не создали, более того, там появляется новая нерешаемая проблема из-за замораживания расчетов с вот этими всеми странами глобального юга, потому что их банки и компании боятся вторичных санкций западных, они очень сильно подвязаны на западную финансовую систему, вот, и таким образом непонятно, где ресурсы брать для развития, вот у нас было, я много, спасибо, что рекламируете мой YouTube-канал, я много цитировал там наших чиновников в последние пару месяцев, они вот говорили про то, что нынешняя модель основана только на проедании вот оставшихся и имеющихся ресурсов, но где брать новое, непонятно. Капитал не приходит, инвестиции иностранные не приходят, и, в общем, то, что есть, оставшееся уменьшается постепенно. Вот, вот такой ситуации они живут, поэтому для Путина, конечно, наступает такой момент истины, ну вот что он начал говорить-то про мирные переговоры, он больше, чем там, допустим, год еще протянуть вот в таком режиме не может, причем еще одна проблема, что ему не хватает денег, даже вот в действующем раздутом военном бюджете не хватает денег на войну, видно, что у него влазят многие серьезные проблемы, и нерентабельное военное производство, и развал снабжения, там, и необходимость индексации денежных выплат из-за бешеной инфляции. Поэтому вот он в такой вилке, и, конечно, здесь для него было бы очень выгодно продавить Запад и Украину на то, чтобы согласиться на какое-то замораживание конфликта, он тогда бы рассчитывал, что он подкопит ресурсов, чуть стабилизирует ситуацию, поэтому вот ни в коем случае нельзя на это дело соглашаться, и надо понимать, где все его кощеевы слабости, и продолжать на него давить, ресурсы у него заканчиваются. Но Путин хочет не просто замораживание конфликта, он еще требует, чтобы Украина отдала ему все четыре области, которые Украина точно ему отдавать не собирается и не будет. Понятно, что ему тяжело, ему сейчас выгодно все это остановить, чтобы действительно подкопить ресурсы. Но если говорить о этих четырех областях, о которых Путин заявляет, если все-таки представить, что вот ему там они достаются, у него есть деньги на эти территории? Мы же видим, что сейчас происходит с Мариуполем. Они построили много домов, но в них жить невозможно. Ну, я думаю, что это будет очень серьезной финансовой нагрузкой, то есть там в целом нужны триллионы и триллионы для того, чтобы эти территории содержать. Понятно, что мы вот имеем этот опыт с Крымом уже в течение многих лет. Ну, понятно, что оккупированные территории, мягко говоря, себя не окупают, потому что капитал туда не идет, никакой нормальный инвестор туда вкладывать ничего не будет и так далее. То есть это будет висеть только вот бременем на российском бюджете. Там это отдельный большой разговор, допустим, если будет теоретическая заморозка конфликта, удастся ли ему накопить ресурсов, потому что мне кажется, что Путин и его советники, они рассчитывают на то, что заморозка конфликта означает и перспективу частичного хотя бы снятия санкций. На мой взгляд, этого не будет, и они здесь в очередной раз переоценивают ситуацию. И таким образом, в принципе, вот эта остановка боевых действий, она им вот не сильно прям много даст. И это просто вот такая объективная для них потребность, потому что они долго не могут продолжать войну высокой интенсивности. Не думаю, что и с учетом того фактора о том, что вы говорите про вот содержание оккупированных территорий, там много разных факторов еще других. Я не думаю, что ему заморозка конфликта что-то прям реально даст, но для него это острая потребность сегодняшнего дня, поэтому вот и там он и Орбана зовет к себе, и везде сейчас в каждом выступлении говорит о переговорах. То есть, видимо, такая вот ситуация для него прям такая аховая. В России зафиксировали рекордное за два года падение экспорта нефти. Морской экспорт российской сырой нефти за неделю с 1 по 7 июня упал на рекордные 37%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. А с чем связаны такие резкие скачки? Ну вот эти данные надо проверять, на мой взгляд, смотреть на то, что будет происходить в следующей неделе, потому что уж очень резкое падение, то есть действительно больше, чем на треть. Небывалая такая штука. Если это все действительно подтвердится, я вижу единственное объяснение. Это вот проблемы с танкерами и проблемы с переговорами. из-за того, что страны Запада пытаются давить на исполнение ценового потолка в 60 долларов за баррель и отказываются работать с Россией. Какие-то вот не участники вот этого теневого флота, а там в каждой цепочке есть какие-то легальные игроки, или перевозчики, или страховщики, или трейдеры, которые покупают там на той стороне. Если действительно будет устойчивый, не разовый какой-то фактор, а устойчивое падение морского экспорта нефти, я вижу тут только одно объяснение, что это проблемы с перевозками из-за угрозы западных санкций, значит, это все работает. Ну вот проверим. А вот если страны Большой Семерки будут и дальше ограничивать экспорт нефти санкциями на перевозчиков, это как-то повлияет? Да, конечно. Там есть вот этот момент, что там в значительной степени еще не все возят вот эти серые суда из теневого флота, в значительной степени там участвуют легальные такие игроки, которые открыто участвуют на международном рынке, и они уязвимы ко вторичным санкциям. Вторая история – это что делать с этим теневым флотом, потому что там, помимо всего прочего, есть и очень большие экологические риски в плане низкого качества, и плохого обслуживания этих судов, и в плане низкой подготовки экипажей. То есть перспектива такой большой аварии здесь, она вполне реальна, поэтому вот еще одна вещь, которую постоянно обсуждают, это закрытие датских территориальных вод, например, для вот этих российских серых танкеров. Дело в том, что для того, чтобы выйти из Балтики, это ключевое экспортное направление, нужно пройти через довольно узкие датские проливы. И вот Дания здесь имеет регуляторные полномочия для того, чтобы суда, которые проходят, инспектировать на предмет просто их безопасности. Вот этого вопроса очень пугает чиновников в Москве, и мы слышали еще всякие грозные заявления, что это недопустимо перекрывать датские проливы для перевозок российской нефти. Но я вижу, что опасения по поводу, в том числе и рисков катастрофы, они в Европе, и в Дании, и в НАТО усиливаются. Жду в ближайшие месяцы какой-то эскалации на эту тему. То есть я думаю, что эти танкеры начнут останавливать, потихоньку и проверять как минимум, да. Посмотрим, какая будет у Путина реакция. Но вот это тот рычаг, который у стран Запада есть. Еще раз обращаюсь к нашим зрителям. Поставьте свой лайк нашей трансляции. Даже если смотрите в записи, тоже комментируйте. Обязательно будьте активны. Но и не забывайте указывать, с какого вы города, какой страны, где вы нас смотрите. Нам очень интересно знать, какая у нас аудитория. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отдавал пресс-конференцию. Он сказал, что сохранение нашей энергетики частично зависит от того, что мы нанесли мощные удары по объектам генерации России. А вот россияне на себе чувствуют эти удары? Ну, по электроэнергии пока нет. Смотрите, в чем история в России. В России просто дикий избыток генерирующих мощностей. То есть, он там составляет более трети. Поэтому это такая традиционная проблема. Они очень много вбухали денег в строительство новой генерации в последние годы. А того роста экономики, на который они рассчитывали, его не получилось. Поэтому, в принципе, здесь и у нас энергосистема достаточно интегрированная. И здесь, если там есть какие-то повреждения генерирующих объектов в одних регионах, есть возможность задействовать другие. То есть, это не настолько влияет, как, например, те же удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые там все-таки основная интенсивность была весной. Но проблемы с производством бензина и на топливном рынке, они очень заметны до сих пор. Вот. Поэтому здесь, что касается генерации, здесь другая ситуация. Вот эти удары по украинским энергообъектам, они, конечно, очень серьезные негативные влияния имели. То есть, придется переходить на распределенную небольшую генерацию. Это, конечно, сложно. Но, с другой стороны, это менее уязвимо для таких российских ударов, как крупные стационарные энергообъекты. Так что, Путин здесь, нанося удары по электростанциям Украины, он, в принципе, для себя осложняет возможность таких действий в будущем, потому что за распределенной генерацией, грубо говоря, сложнее гоняться. А чтобы сделать зеркальный ответ России, то это что, нам нужно тоже множество ракет, как сейчас делает Российская Федерация, или, в принципе, и дронами можно потихонечку выбивать эту генерацию? Ну, дроны достаточно эффективны. Я в последнее время, так вот, по моей оценке смотрю, что украинские удары в основном сейчас направлены реально на инфраструктуру, которая связана со снабжением армии, с военным производством и с какими-то военными объектами. Вы помните, да, что основные удары все-таки по нефтепереработке, они были, скажем, в марте, весной. Как-то сейчас их интенсивность все-таки снизилась. Но вот еще раз повторю, что топливный рынок достаточно уязвим. Бензин – это первое. И до сих пор вот эти последствия тех весенних ударов, они сильно сказываются в виде дефицита бензина и роста цен. Что там еще есть? Там, вот, по-моему, мы тоже как-то говорили об этом с вами. Например, одна из дырок очевидных – в России абсолютно дырявая инфраструктура кибербезопасности. И мы это видели. То есть, огромный дефицит специалистов. Вот еще там полгода назад оценивали в 100 тысяч человек дефицит специалистов в этой сфере. Там разные компании, экспертные агентства называют цифру 45-55% вакансий в плане киберзащиты. И, ну, вот это понятное дело, что это все из-за войны, мобилизации и массового отъезда специалистов за границу. Вот здесь можно было видеть такие сбои, например, как в логистической и курьерской компании СДЭК, которая несколько дней просто стояла из-за того, что ее хакнули. И это очень сильно помешало доставке всяких разных важных грузов и отправлений и прочего. Наша такая особенность стоит в том, что путинская экономика построена на очень узком наборе таких монопольных игроков. То есть в каждой сфере экономики есть вот какая-то одна структура, которая, если она там выбивается, то этот сбой идет дальше вот по всей стране. Вот мне кажется, вот это одна из таких важных уязвимостей. Здесь не нужны даже, как мы видим, ракеты. Поэтому такие уязвимости есть, и вот выявить их, в принципе, возможно. Ну, мы, в принципе, видим, что наши специалисты тоже работают в этом направлении. Несколько раз было кибератак очень мощных и хороших. Поэтому я думаю, что действительно это все продолжится. Кстати, а что сейчас в России с Ютубом? Там же была информация, что наблюдаются какие-то сбои в работе, якобы хотят его блокировать, предлагают свой какой-то там канал, не помню, как уже называется. Что хотят сделать? Ну, здесь есть несколько моментов. Во-первых, что касается своего канала, то они пытались создать все эти годы альтернативу Ютубу в виде там ВК-видео ВКонтакте или Рутюба. Они, в общем-то, технически есть, и они работают. Они довольно нормальные с точки зрения технологий. Но туда не хотят идти контент-мейкеры. То есть все-таки россияне массово смотрят Ютуб, потому что это универсальная площадка, где вот можно найти там все. Я не знаю, мультиков до музыки, кино и так далее. А видно сейчас по прошествии этих лет, что в том же ВК-видео, оно пустое стоит, и там как бы туда размещать свой контент производители чего-то интересного не хотят. Поэтому все-таки для Кремля остается здесь политическая составляющая блокировки Ютуба. Это очень... То есть Ютуб – это такое второе телевидение практически для всей страны. То есть там есть официальный телевизор, его все меньше и меньше смотрят. Это видно даже по официальным кремлевским опросам общественного мнения. А Ютуб – это такой второй неформальный домашний телевизор, где люди для себя там находят все, что хотят. И вот так вот взять его и отключить – это будет иметь серьезные негативные такие последствия с точки зрения общественного мнения. Тем более, что им надо и другие вещи будут неприятные тоже делать. Например, та же новая волна мобилизации. Я лично считаю, что они пока побоятся ее делать, но тем не менее она вот в перспективе где-то вот у них маячит. Им нужны еще люди на фронт, там большой дефицит персонала. То есть в экономике нарастают проблемы, инфляцию не могут победить. Когда вот это все вместе, то еще и Ютуб, с точки зрения общественного мнения, для них это сложновато. Что касается последних всех вот этих новостей, у меня ощущение, что они скорее тестят общественное мнение на эту тему путем, потому что это же такой был вброс от государственной структуры Ростелекома. Я опросил свою аудиторию, она у меня достаточно большая. В целом люди из самых разных регионов говорят, что они проблем с замедлением Ютуба как-то не чувствуют. Хотя в принципе в основном многие уже смотрят все равно через VPN. Там проблема скорее с тем, что многие VPN-ы становятся потихоньку недоступны. Вот скорее вот эта вот история. Мне кажется, что во-первых, вот то, что мы слышали на этой неделе, это был более такой психологический вброс для тестирования общественного мнения. Но в чем там реальная проблема, о которой говорят специалисты, что вот реальное такое железо, вот это оборудование, которое обеспечивает работу сервисов Гугла, в том числе и Ютуб, оно изнашивается и из-за санкций его никто не ремонтирует. То есть оно будет просто потихонечку умирать само. И вот какое-то время это все еще поработает, но дальше будет сложнее. Вот непонятно, что с этим будет. Но вообще я хочу сказать, что если говорить об эффекте блокировки Ютуба на работу независимых оппозиционных каналов, которые вещают вот из-за рубежа, здесь уже, мне кажется, поздно все это пытаться прикрыть, потому что созданы бренды определенные, которые люди будут искать. Они будут искать их в мессенджерах, там, мы же не прекратим вещание свое. Мы уйдем в аудиоформаты, они более легкие, например. И, скажем, у нас и так более 70% аудитории Ютуб в России не смотрит вот на экране, а слушает в ушах, когда ходит с приложением Ютуба, просто занимаясь какими-то своими делами. Поэтому аудиоформаты, они гораздо легче весят. Они от этого ничем сильно не отличаются. И мы вещать продолжим. Просто сделаем контент чуть попроще с точки зрения веса, доступности в мессенджерах. А интерес к этому большой и растет. То есть люди вот между собой в России говорят, что мы хотим смотреть там каналы «Команда Навального», «Канал Дождь», «Милова» хотим искать, «Плющева» и так далее. Это все равно будут находить. И наша задача просто здесь, если Ютуб закроют, то мы будем делать какие-то доступные форматы относительно легкие для тех, кто может это все дальше слушать в России. И здесь вот того эффекта, который кремлины хотят, чтобы они поставили такую берлинскую стену, его не будет. Друзья, кстати, напишите, как у вас дела с Ютубом? Есть ли какие-то сбои? И, конечно же, подпишитесь на наш Ютуб-канал, на Ютуб-канал Владимира Милова, чтобы не пропускать видео, потому что мы пока не знаем, что будет дальше. Но вы смотрите нас, всегда есть очень много интересной информации. Вопрос от нашего зрителя. Я вот сейчас в чате, что будет с ценами на премиальную московскую недвижимость? Не знаю, почему именно премиальная, но тоже интересно, что с недвижимостью. Ну, вообще сейчас у тех, кто побогаче в России, не так много возможностей для того, чтобы инвестировать. Поэтому просто по факту. А, например, вы видите, что рынок акций российский, он очень-очень сильно просел. Он ушел сейчас индекс Мосбиржи ниже 3000 пунктов, и ситуация плохая. То есть, нет хороших прогнозов. Все вот, например, в предыдущий год, все ломанулись просто, у кого были деньги массово инвестировать в акции, и раздули там вот этот большой пузырь, он сейчас сдувается. Поэтому не так много остается приложения капитала у тех, кто... Представьте, вы в России, у вас есть деньги, вам надо куда-то их вложить. Поэтому премиальная недвижимость, она, скорее всего, будет чувствовать себя не так плохо. Но, с другой стороны, вот рынок обычного жилья для среднего класса, и россиян победнее, он сейчас в такой сложной ситуации, потому что у нас закончилась с 1 июля массовая программа льготной ипотеки, но девелоперы пока не хотят снижать цены, вот до последнего все это держат. Хотя, как бы, количество заявок по действующим ценам резко снизилось. Думаю, что вот в сегменте жилья попроще будет снижение цен, но на премиальный сегмент давит именно то, что вот куча непристроенных денег, которые надо куда-то инвестировать, а, в общем-то, больше некуда. По последним данным Федеральной таможенной службы, объем российского импорта за 5 месяцев 2024 года упал на 8,5%. По отношению к тому же периоду прошлого года. Сальдо внешней торговли увеличивается, а спрос на иностранную валюту для закупки импортных товаров снижается. Владимир, а как это в целом может повлиять на рубль? Ну, на рубль это хорошо влияет, потому что чем меньше нужны валюты для оплаты импорта, соответственно, чем меньше спрос на валюту, тем крепче курс рубля, хотя мы реально его не знаем. То есть, вот видно даже, что Центробанк постоянно корректирует свою методологию расчета курса по каким-то данным вне биржевых сделок и прочее, потому что вот реальный рыночный равновесный курс у нас отняли из-за санкций против Мосбиржи, но, с другой стороны, замораживание импорта, оно напрямую связано с вот этими проблемами с расчетами за импорт, которые складываются из-за вторичных санкций. То есть, китайские, индийские, ближневосточные, турецкие банки и компании отказываются работать с российскими контрагентами из-за рисков вторичных санкций. Это настолько серьезная проблема, что, например, глава Российского союза автодилеров сказал, что, возможно, вообще остановка импорта китайских автомобилей из-за того, что платежи не проходят. Есть там один небольшой банк, который не боится американских санкций и готов с этими платежами работать, но он маленький, и его не хватает для обработки всех этих расчетов. То есть, вот есть угроза остановки импорта китайских автомобилей, а это, в свою очередь, две трети российского авторынка. То есть, Россия не может производить достаточно автомобилей для удовлетворения внутреннего спроса, нужны китайские, других вообще нет, и вот этот импорт замораживается. То есть, здесь важно говорить не столько о последствиях для рубля, сколько о том, что важные товары не будут завозиться из-за этих проблем с расчетами. В том числе, очень много компонентов для промышленности, для и военного производства, которые все завозятся, разные инвестиционные оборудования для промышленных предприятий. Если вот это дело будет притормаживаться из-за проблемы с расчетами, а вот это то, что мы видим в статистике, то есть, падение импорта – это отражение проблем с расчетами, то это создаст сильные условия для того, чтобы в целом экономика и инвестиции забуксовали. И здесь уже вопрос рубля, он как бы уходит на второй план, ну и бог с ним, что он стабилизировался, но просто развивать производство не на чем. И важные промышленные и потребительские товары в страну не поступают. Вот здесь, мне кажется, надо смотреть вот на эту проблему как на главную. Ну, кстати, говорят, что наоборот сейчас экспорт в Россию из Китая увеличился, хотя все думали, что авторичные санкции как-то заставят Китай сократить этот поток экспорта. А как так получается? Ну, здесь, смотрите, надо разделять две вещи – увеличение в стоимостном выражении, просто из-за роста цен, и вопрос, сколько физически чего поступает. Я, например, вижу, что все равно влияние вот этой подморозки расчетов очень серьезно, и многие поставки останавливаются. Поэтому важно не обмануться тем, что вы рассматриваете цифры увеличения китайского экспорта в Россию в ценовом выражении. Ну, просто цены выросли, а не поставляется достаточно того, что нужно. Так что вот здесь важно разделять эти вещи. Сейчас в России пожары, площадь лесного пожара под Новороссийском превысила 60 гектаров, и некоторые базы там тоже повреждены, некоторые сгорели, людей эвакуируют. Авиация МЧС продолжает работать, тушит пожар, на месте работают самолет Ил-76, а также два вертолета К-32 и Ми-8. Не знаю, как там с этими вертолетами, не упадут ли они, а то и такое бывает, но вот по поводу этих пожаров. От чего это все зависит? И как много денег Россия тратит на то, чтобы эти пожары потушить? Ну, вообще, если смотреть на вот предыдущую всю динамику, то видно, что в России был очень серьезный рост за предыдущие годы интенсивности вот этих всех явлений, засухи, лесные пожары, какие-то необычные, аномальные, типа вот заморозки весной, которые мы видели. Но это последствия изменения климата, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что инфраструктура для того, чтобы бороться с такими явлениями, она совершенно не готова. То есть Путин еще в 2006 году, например, ликвидировал лесную охрану в России. У нас это все абсолютно пустили на самотек. То есть там несколько лет назад было принято решение правительства о том, что в удаленных территориях, где нет рядом населенных пунктов, допустимо вообще пожары не тушить и так далее. Финансируется вся эта инфраструктура борьбы с лесными пожарами абсолютно по остаточному принципу. Сейчас вообще главный приоритет это все идет на армию и на войну, поэтому на это дело, конечно, денег не остается. Ну то есть все это складывается, и изменения климата все сильнее сказываются, и денег нет на серьезную систему предупреждения и ликвидации пожаров, и посокращали очень много надзорных органов и полномочий и статей в бюджете за предыдущие годы. То есть типа вот гори оно все синим пламенем, Путин интересует совсем другие вещи. В общем, это было ясно. То есть говорили об этом еще в предыдущем месяце, что скорее всего летом будет полыхать, и как бы у властей нет сегодня достаточно инфраструктуры, и даже я смотрю так особого желания, чтобы все их дело тушить. Это вообще становится вот, то есть Россия стала Калифорнией в плохом смысле этого слова, да. То есть я помню еще времена, когда вот этого не было в таких масштабах, там лет 15 назад. Но в последние годы это каждый год уже превращается просто в общенациональное такое стихийное бедствие. Еще раз повторю, что видно, что у властей приоритет совсем в другом, поэтому, к сожалению, будет полыхать, и здесь сделать они с этим явно ничего не могут, и, по-моему, не особо и хотят. Да, мы видели, как они пытались справляться с потопами в Орске. Теперь вот пожары, и правда, у Путина на страну денег нет, но на войну всегда есть. В Московской области рухнул пассажирский самолет недавно, и он был без пассажиров, но говорят, что был там экипаж из трех человек. Все трое пилотов погибли, и этот супер-жет разбился под колонны после вылета на испытания с аэродрома. Что за технические несправности, или почему самолеты падают? Ну, пока мы не знаем всех данных детальных о вот этой конкретной катастрофе, но очень важно, что в течение последующих суток была большая проблема, инцидент с другим самолетом, супер-жет, который летел из Нижневартовска в Минеральные воды. Там отказал генератор, и там уже было больше ста пассажиров, но вот он совершил спокойную посадку, и никто там не пострадал. Тем не менее, видно, что это все довольно предсказуемые вещи для российской авиаотрасли, в связи с тем, что ушли западные авиакомпании, и теперь не обслуживается западный парк самолетов. И в том числе есть большая часть компонентов западных в том же супер-жете, которая тоже лишилась нормального обслуживания, и теперь это все делается абы как. Ну и в целом видно, что надежность вот именно всех сложных продуктов российского производства, в том числе и самолетов, она в общем никакая. Поэтому, к сожалению, рост числа инцидентов и со всем этим, это неизбежно. Видно, вот вы можете видеть, у нас все время приходят новости, что постоянно откладывается массовый запуск в коммерческую эксплуатацию и массовое производство вот этих новых российских самолетов, там МС-21, Ту-214 или вот так называемый импортозамещенный супер-жет, который должен полностью состоять из российского двигателя и российских компонентов. У меня такое ощущение, что вот этого импортозамещенного супер-жета уже и не будет, потому что его недавно вот отказался покупать Аэрофлот, и я не вижу как бы другого рынка, других крупных перевозчиков, которые были бы готовы его принять, поэтому этот проект, скорее всего, закроют. То есть, видно, что отсутствие международной кооперации, низкая культура производства, которая еще идет со советских времен, огромная коррупция. Все эти факторы говорят о том, что не получится у них создать такой значимый по размерам флот из российских самолетов, а то, что будет, будет плохо летать и вот с такими рисками инцидентов. К сожалению, российская авиаотрасль превращается в небезопасную. Здесь вот прям вот эти инциденты надо так и воспринимать, что типа вот началось. И я думаю, что их будет больше, потому что, еще раз повторю, что качественно производить и обслуживать самолеты, вот наша нынешняя система не в состоянии. Еще бы так было с военными самолетами, которые скидывают авиабомбы на Украину, убивают наших людей, а нам все еще не разрешают бить по аэродромам РФ. Кстати, Министерство обороны России показало видео со сбором самой мощной российской авиабомбы ФАП-3000, и сейчас все федеральные СМИ демонстрируют эти видео. При этом в Ростехе сообщили, что сейчас работают над существенным увеличением дальности поражения авиабомб ФАП-3000. Есть ли у России возможность изготавливать такие бомбы в больших объемах? Ну и там я слышала, что многие военные эксперты говорят, что они на самом деле очень неточные. Это правда, с точностью здесь есть проблемы, но, к сожалению, вот это один из тех видов вооружения, где у них нет больших сложностей с производством, они просто эти вот глайдеры ставят для планирования и так далее. Поэтому вот здесь они действительно поставили цель максимально наращивать производство таких авиабомб. Это действительно очень болезненно с точки зрения последствий этих всех бомбардировок. Но, кстати, вот вы видите, что там прям значительная доля этих бомб, она оказывается не в состоянии планировать, потому что что-то там неправильно привертели, и все это падает в приграничных российских регионах. То есть вот увеличение интенсивности бомбардировок с планирующими авиабомбами, оно будет связано и с тем, что больше их будет попадать по российской территории. Там не знаю, насколько Путина это сильно волнует, вряд ли, да. Но здесь вот бомба — это серьезная проблема, поэтому здесь, конечно, вопрос в принципе стоит о том, что нужна Украине авиация и нужна возможность наносить удары по, собственно, самолетам, которые эти бомбы выпускают. Здесь других вариантов нет, и в воздухе, или на аэродромах. Других вариантов для того, чтобы решить эту проблему, в общем-то, нет. Да, очень бы хотелось получить такое разрешение. Но и по поводу того, как Россия может все-таки еще производить оружие, мы видели статью Financial Times, где написали, что российская ракета, которой они разрушили Ахмадетта, она содержала западные компоненты. Два компонента были маркированы как произведенные швейцарской компанией, а остальные — американскими производителями микросхем. Но и также западные технологии позволяют россиянам делать более умные ракеты, которые позволяют проходить мимо нашей ПВО. И если в 2021 году Россия изготовила всего 56 ракет Х-101, то в прошлом году уже было 420. Вот как России удается обходить эти санкции? Казалось бы, она и так уже закрыта со всех сторон, но количество вооружения только растет. Ну и получается, что качество тоже? Ну вот смотрите, с ракетами ситуация более сложная, чем с бомбами. То есть бомбы производить проще, а вот ракеты действительно очень сильно зависят от западных компонентов. Поэтому это критически важная история, чтобы западные страны все-таки находили возможность эти каналы перекрыть. Как им удается покупать? Да очень просто. Это абсолютно безответственность производителей, которые просто подписывают контракты с какой-нибудь левой конторой в Сингапуре или в Турции. И в общем ничего не предпринимают для того, чтобы проконтролировать конечного получателя. Хотя я абсолютно уверен, что знают или догадываются о том, куда это все идет. То есть здесь нужно налаживание системы экспортных контролей, чтобы от каждого производителя все-таки требовать выявления конечного покупателя этого товара. И ответственность здесь повышать. То есть здесь нужны в том числе и прям серьезные меры против компаний, которые делают это возможным. И фактически идут на нарушение западных санкций, поставляя в Россию военные технологии. То есть по ракетам, например, я здесь вижу перспективу, как это все перекрыть. И вот то, что вы сказали, это подтверждает мысль, что Россия не в состоянии сегодня производить такие сложные продукты, как ракеты, без использования западных технологий. То есть есть над чем работать. Честно сказать, я вижу, как эта работа идет. Я постоянно тоже участвую во всяких этих дискуссиях, где выдвигается много разных идей, как сделать эти механизмы экспортного контроля более эффективными. Думаю, что здесь, как вы видите, навалились на танкеры, на систему расчетов с российскими экспортерами, импортерами. И здесь начинает давление увеличиваться. То есть у России появляются проблемы. Я думаю, что здесь есть много возможностей, как сделать так, чтобы по военным технологиям все это дело перекрыть. Вижу эту работу. Надеюсь, она даст плоды в ближайшее время. Потому что последствия того, что Россия продолжает все это спокойно импортировать, ну, конечно, совершенно варварски. И вот мы это видим. Конечно же, и Китай помогает до сих пор России своими товарами двойного назначения. Кстати, в декларации саммита НАТО Китай впервые был назван решающим фактором в войне России против Украины. Вот будет ли это иметь какие-то последствия? Ну и в целом, как вам декларация этого саммита? Хорошая декларация. Хотя, конечно, опять вопрос о членстве Украины в НАТО опять куда-то там отложен. Хотелось бы, чтобы уже эта ситуация сдвинулась с мертвой точки вместо заявлений к каким-то конкретным действиям. Хорошая декларация. По Китаю это важно. Смотрите, какая история. Вот сейчас просто идет целый блок новостей параллельно. Первое, что у Китая опять плохая экономическая статистика. Им не удается решить свои проблемы и экономику перезапустить. Это значит, что для них критично важно продолжение доступа на западные рынки сбыта. Потому что кто еще будет их продукцию покупать? Основной импортер китайских товаров это все-таки западные страны. И вот здесь мы видим вот что. Что Китай начинает сталкиваться по периметру с большим числом новых торговых ограничений. И вот эта вот ситуация, когда его официально называют главным поддерживающим Путина игроком, который помогает вести Путину войну против Украины, и без которого эта война была бы невозможна. Это очень важно. Это повлияет на перспективу того, что у Китая будет дальше осложняться доступ на западные рынки сбыта. Я думаю, что для них это такой серьезный сигнал, чтобы они переосмыслили вот эту вот свою политику. Посмотрим, как это будет развиваться дальше. Но у Запада есть против Китая рычаг. Мы это видим, например, на поведении китайских банков, которые замораживают эти расчеты с российскими контрагентами. Так что это очень хорошо, что НАТО открыто заговорило вот этим вот языком. И НАТО давать им еще более серьезные сигналы и использовать торговый рычаг, финансовый рычаг для того, чтобы заставить Китай прекратить поддерживать Путина. Но я еще раз подчеркнул, что очень многие вещи, очень многие технологии Китай не в состоянии поставлять. Поэтому вот Россия пытается окольными путями получать их с Запада. К сожалению, из-за безответственности многих западных производителей во многом им это пока удавалось. 12 июля министр обороны Соединенных Штатов Остин провел телефонный разговор с российским министром обороны Белоусовым. И это уже второй раз за месяц они созваниваются как-то очень часто, потому что ранее они беседовали 25 июня. И, как говорят в Пентагоне, в беседе подчеркнули важность сохранения открытых линий связи в ходе продолжающейся войны. А зачем они созваниваются? Ранее мы не помним, чтобы Остин звонил часто Шойгу. А вот тут Белоусов, его как-то Путин использует как несожженный мост с Западом? Или как это понимать? Ну, сложно сказать. Единственное, что видно, конечно, что они Белоусова рассматривают как некое окно возможностей. Потому что, ну, при всем том, ну, он, очевидно, более вменяемый, чем Шойгу. То есть, он, ну, по крайней мере, интеллектуал хотя бы. Он понимает какие-то вещи, да. Вот. Он, в том числе, и много работал с американцами в предыдущие годы. И это, в общем, довольно известно. Не знаю, что конкретно они от него хотят. Но, тем не менее, у американцев традиционно была такая вот политика. Да, это вот еще было со времен Карибского кризиса, грубо говоря, в 1962 году. Они всегда, даже в самые тяжелые годы Холодной войны, Советским Союзом старались поддерживать каналы коммуникации. Даже если это конкретно ни к чему не приводит. Но, по крайней мере, ну, так вот проверить, что там на уме у противника. Я не жду многого от этих конкретных разговоров. Но это их тактика такая. То есть, они считают, что говорить лучше, чем не говорить. Если вот вопрос о конкретных практических результатах этого, я думаю, что без толку. То есть, ничего такого не будет. По Белоусову видно, он уже вот больше двух месяцев в своей должности. Видно, что это просто такой послушный путинский функционер. То есть, у него нет какой-то самостоятельной повестки. Путин, видимо, хотел просто разгрузить армию от вот этого груза недовольства Шойгу и коррупции, связанной с Шойгу. Но никаких кардинальных улучшений мы ни в каком плане там не видим. Самостоятельной повестки у Белоусова нет. Поэтому это просто такая говорящая голова. И вот толку большого там звони ему, не звони. Я не думаю, что здесь от этого что-то будет. Кстати, про коррупцию Шойгу. Что за такие интересные внезапные смерти? За два дня скончались два человека, связанных с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Его в апреле арестовали по делу о взятке. И 8 июля в московском СИЗО умер бизнесмен Игорь Котельников. Его якобы обвиняли тоже в коррупции. Но и СМИ пишут, что с него пытались выбивать показания против Иванова. Ну а уже 9 июля агентство ТАСС сообщило о смерти главы управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магобеда Хандаева. Это случайность или все-таки это не просто так происходит? Ну вот так это совсем не выглядит как случайность. То есть прям вот снаряд попадает в одну и ту же воронку несколько раз за день. Это мне напоминает историю, когда вот в августе 91-го года провалился коммунистический путь. И тогда, собственно, власть перешла в России в руки противников КПСС. И массово начали выбрасываться из окон функционеры управления делами Компартии, Кручина, Лисоволик и прочее. Ну понятное дело, что там идет какое-то подчищение хвостов. Что эти люди играли, конечно, центральную роль во всех схематозах, коррупционных и прочих. И что они все знают. Вот. И, соответственно, там либо кто-то перестарался в их отношениях, либо у кого-то есть мотивация их там убирать. Это нет. Это точно не выглядит как случайность. Видно, что там вскрываются какие-то пласты. И кому-то это невыгодно очень сильно. Конечно, здесь главная теневая мишень – это сам Шойгу, потому что он, очевидно, что это Тимур Иванов. Тимур Иванов – это был просто его сотрудник. То есть, явно все эти тучи как-то над ним сгущаются. Он пока остается вне всех этих подозрений. Но прямо уже слишком близко снаряды рвутся. И, возможно, они там вскрыли какие-то совершенно адские схемы, которые даже Путина удивили. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Это, очевидно, связано с тем, что коррупционное наследие Шойгу оказалось гораздо более многогранным и объемным, чем даже многие во власти предполагали. А как вы думаете, Шойгу ждет такая же судьба? Потому что тут пишут, что Котельников умер после пребывания в СИЗО из-за отрыва тромба. Но мы знаем, как у них там всегда причина смерти – это тромб. Ну, над Шойгу очевидные грозовые тучи. Я бы так сказал. То есть, здесь другой фактор – то, что Путин его очень ценит за всю предыдущую работу. Начиная с того, что 25 лет назад, когда Путин стал преемником Ельцина, у него был неизбираемый рейтинг. И он был очень слаб политически. И он во многом выехал на том, что Шойгу довольно популярный такой вот спасатель. Он типа возглавлял вот это агентство по чрезвычайным ситуациям и службу спасателей. Да, везде светил мордой в телевизоре на каждой катастрофе и говорил, мы там всех спасем. И он возглавил тогда список про путинской партии «Единство» на выборах 99-го года. И получил неплохой очень результат, неожиданно. И он был все эти годы Путину суперлоялен в самых разных позициях, где он не находился. При том, что это вообще-то по меркам российской системы довольно уникальное явление. У Шойгу он был твердый второй, у него был самостоятельный рейтинг популярности в народе. При этом он ни разу ни на миллиметр не сдвинулся и не колебался в сторону и всегда был лоялен Путину. Поэтому, с одной стороны, у Путина есть стимул его беречь за это дело. С другой стороны, видно, что над Шойгу тучи сгущаются. Ну и в целом, вот эти усиливающиеся кризисные явления, о которых мы с вами еще вначале говорили, они будут, конечно, приводить к поиску каких-то крупных виноватых. То есть, головы полетят большие и в экономическом блоке, и в военном блоке, и так далее. И тут понятно, что Шойгу один из явных кандидатов. Плюс, в целом, его считают виноватым за то, что они мало что добились за два с половиной года войны. Шойгу такая очень привычная фигура для того, чтобы оттаптываться со стороны всякой ультрапатриотической общественности, которая войну поддерживает. Он резко потерял популярность из-за всех этих фейлов своих. Поэтому он такая, да, уязвимая фигура. Если с ним что-то начнет лично происходить в ближайшее время, я совершенно не удивлюсь. Но я думаю, что это не ограничится Шойгу. Там и другие головы тоже полетят. Цель России неизменна. Полное уничтожение Украины. Об этом в очередной раз заявил и Медведев. Он сначала призвал готовиться к полному захвату Украины после заключения мирного договора. А потом он прокомментировал декларацию саммита НАТО и говорит, что мы должны сделать все, чтобы необратимый путь Украины в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. Лучше и того, и другого. Но при этом мы помним, что они все говорят, что это Украина, не хочет ни с кем разговаривать, хотя с кем тут можно о чем договариваться. Ну и вот я думала, что Ахмадет — это, знаете, уже повышение ставок и попытка усадить Украину за стол переговоров. Но тут недавно выходит Захарова и говорит, что могут подорвать еще Каневскую и Киевскую ГЭС. Вот эти вопли о переговорах, на кого они рассчитаны и дамбы — это шантаж? Ну, дырку им от бублика, а не захват Украины, это во-первых. Во-вторых, вот это очень странно. Мне кажется, что это признак какой-то большой разбалансировки внутри, потому что если вы хотите продать всему миру тему, что вы готовы к переговорам, то вы должны послать очень четкий сигнал вот этим всем своим клевретам, чтобы они перестали делать вот эти вот геноцидные заявления, которые они делают там каждый день под влиянием паров там всяких веществ. Ну, Медведев и Захаров же известные такие вот персонажи, да? Вот это очень интересно, что такого синхронного сигнала не идет, потому что, знаете, я вот вижу сейчас довольно эффективно, вот как многие западные эксперты и политики, как очень легко вывести Путина на чистую воду и показать, что на самом деле никаких реальных переговоров он не хочет, а просто вот там прикрывается этим как фиговым листком. Это просто взять и собрать высказывания всех его приближенных, которые полностью противоречат вот этой вот идее, да, что мы хотим мира, а это Украина там что-то не хочет. Поэтому, ну, получается такая очень противоречивая и дырявая ситуация. Мне кажется, то, что они не смогли ее привести к какому-то общему публичному знаменателю, это вот следствие таких процессов разбалансировки, которые во власти идут. Они, в общем, у них нет пути вперед, они не очень понимают, что делать, и начинается вот это вот там располоситься в их высказываниях там и так далее. Поэтому вот реально интересно. У меня ощущение просто, что Путин не видит всю вот эту картину. Да, он не читает посты Медведева. Да, да, какие там... То есть вот скорее всего ему никто просто не говорит о том, что слушай, ты хочешь создать имидж, что ты такой типа миротворец, но ты заткни всех тех своих псов, да, чтобы они вот это все дело не несли. Возможно, у него просто здесь информационный разрыв. Он не может оценить вот как вот их все высказывания обесценивают то, что он пытается продвинуть. Мне кажется, что как-то так. Ну, спасибо за то, что Медведев и Захарова, они всегда говорят то, что на самом деле хочет Россия. Владимир, огромное спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли время для эфира. Я желаю вам хорошего дня. И напомню, что Владимир Милов был с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте поставить свой лайк, напишите комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и, конечно же, будем благодарны, если вы отправите это видео своим друзьям и родственникам, чтобы его больше людей увидели. Всем спасибо за внимание. Желаю хороших новостей. Берегите себя и до встречи. Большое спасибо. До новых встреч.